БТР. Саксон. Сломался во время презентации в Киеве. ВПК. Бронеавтомобиль. Саксон. 105. Проходит испытание на полигоне под Киевом. Февраль 2015 год. Источник. Лига. Новости. Как сообщает украинский ресурс. Специалисты ГК Украборанпром презентовали в Киеве один из купленных британских бронетранспортеров. Саксон. Похвастаться сотрудникам киевского бронетанкового завода не удалось. Саксон. Вышел из строя во время презентации перед представителями вооруженных сил Украины, журналистами и общественностью. Как известно, Украина закупила 75 этих списанных демилитаризованных БТР у частной компании по цене 40 тысяч долларов за единицу. По дороге на испытание британский броневик сломался. Специалисты Украборанпромы сразу заявили журналистам, мол, во всем виновата украинское дизельное топливо. Оказывается, Саксон не приспособлен к отечественной солярке. Честно говоря, я рад, что он сломался. Хорошо, что мы стали свидетелями такой ситуации. Мы сразу знаем, что происходит с автомобилем, где нужно доработать. Есть некоторые вопросы к электрическому приводу и топливному насосу. Сейчас ребята там изменят предохранители и бронеавтомобиль будет работать дальше, оправдывался заместитель генерального директора Украборанпрома Сергей Пенька. При этом специалисты Украборанпрома убеждали присутствующих, что «Саксон» лучшее, что может позволить себе Украина. Мол, соотношение цена и качество оставляет вне конкуренции другие бронемашины. Как отметили специалисты концерна, аналогов в мире всего двое и оба стоят более полумиллиона долларов, а «Саксон» стоит всего 40 тысяч долларов. По словам Сергея Пенька, это первая военная техника, которую в Украину привезли из Западной Европы. Украина только в 2014 году начала импорт. Раньше мы экспортировали оружие. Если говорить оборонную технику, то она производилась в Украине и потребности армии были обеспечены. Аналогов автомобилю «Саксон» в Украине не было. Сейчас мы поставили на серийное производство собственный автомобиль «Дозор». Армия получит эти бронированные машины уже в марте. Пока мы будем работать над «Дозорами», то «Аксон» решит все вопросы обеспечения безопасности, заверил Сергей Пенька. Известно, что броневик «Саксон» будет задействоваться армией при подвозе военных в зону боевых действий, эвакуации раненых, а также патрулирование освобожденных городов. Напомним, правительство закупило 75 таких броневиков. Как уже сообщала пресса Украины, бывший министр обороны Великобритании генерал Ричард Донат заявил, что бронированные автомобили «Саксон», которые украинская власть закупила для собственной армии, ненужные и бесполезные. Для борьбы с террористами они не подходят. Закупка этих броневиков со стороны украинского правительства – это трата денег. Это не что иное, как аморальный поступок. Понимаю, что эти слова являются не очень хорошими новостями для украинских военных. Но то, что эта техника не способна воевать – правда. На этих машинах даже оружия нет. Это слабые, слабо бронированные грузовики, которые должны быть далеко от линии фронта. Испытания огнем они не выдержат, а характеризовал тогда эту британскую технику Ричард Донат. Примечание. БМПД. Пройдя по гиперылке на оригинальный ресурс, можно также посмотреть и видео с данным БТР. 22 февраля 2015 года права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com. Материал был размещен правообладателем в открытом доступе.